Росгвардия, один год. Как сегодня живется и работает со сотрудником спецподразделения, спросим у руководителя пресс-службы Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области Алексея Данке. Здравствуйте, Алексей. Добрый вечер. Кто эти люди, которые рискуют собой и охраняют наш покой? Во взрывотехнике не приходят отсидеться просто до пенсии. То люди, прежде всего, прошедшие они и Северный Кавказ, некоторые из них заканчивали военные училища, именно инженерные. Один день работы бойца Росгвардии. Во-первых, сколько длится смена? Все на ходу. Они несут службу в круглосуточном режиме. Естественно. Круглосуточном режиме? Круглосуточном режиме. Последние две недели практически ребята не выходили из машины. И спали? Да, спали практически. Да не спали они. Насколько увеличилось количество выездов ваших бойцов? В десятки раз, я бы сказал. Если в будние дни, в обычные дни, 2-3 выезда взрывотехники осматривали предметы, то сейчас порядка 20. Просто примеры приведите. Что беспокоило петербуржцев? Были достаточно курьезные, может быть, выезды. Совсем недавно наши сотрудники выезжали на плюшевую мишку. Были курьезы. То есть осыпляли этого мишку и проверяли со всей строгостью, со всеми правилами? Да. Были случаи, когда оставляли упаковку от модного гаджета. Вызовы холостые. Но что говорить, надо на каждый вызов реагировать. И ездили ребята на такие сумки в метро, наверное, тысячи раз. И вот на тысячу первый раз в этой сумке было взрывное устройство. Тогда на площади восстания 4 человека спасли жизнь тысяч людей, да? Они советовались с кем-то, когда принимали это решение? Или там шел счет на секунды? Не было возможности советоваться, потому в таких вот ситуациях, естественно, никакие средства связи не применяются. Они четко знали, что это за взрывное устройство, как оно устроено. И это им позволило принять грамотные решения. По каким фронтам еще увеличилась нагрузка на Росгвардию? По всем направлениям в полной мере работают и сотрудники СОБРа Гранит. Сейчас очень активно их задействуют. Они что делают? Они оказывают помощь подразделениям МВД, Следственному комитету в задержании, групп особо опасных преступников и так далее. Специальное подразделение, где практически одни офицеры. Это элита спецназа Росгвардии. Спасибо, Алексей, за то, что приняли участие в нашей программе. За работу бойцов Росгвардии тоже вас благодарим за то, что усиливаете степень защиты петербуржцев. Спасибо большое вам. Спасибо.